Помимо прямой обязанности как мусульманки, хиджаб – это лично моя история, мое согласие с волей Господа и проявление покорности Ему. В древние времена носить хиджаб была привилегия только свободных от рабства женщин. Так отличали рабыню от свободной женщины. Не покрывались только рабыни. Глядя на улицы на мусульманку в платке, люди уже вспоминают об Аллахе. И каждый раз, когда это происходит, Аллах награждает то, что стало причиной такой реакции. Представьте, как много благодарности получает женщина в платке. Не сказав ни слова, она уже обращает мысли людей к Аллаху. Когда я стала изучать ислам, я поняла, что это религия, которая дает ответы на все мои вопросы. Это религия добра, милосердия и любви. Я очень хотела принять ислам. В один день я подошла к мужу и сказала, что хочу произнести шахаду. С того дня я была счастлива. Но меня гнобил тот факт, что я не ношу хиджаб и не совершаю намаз. Я проживала каждый день с мыслями о платке и молитве. Так же неожиданно, как я приняла ислам, так же в один день я заказала платье для совершения намаза. А пока ждала посылку, выучила, как правильно совершать намаз. Учила две ночи, запоминала последовательность всех действий и нужные суры. И вот пришло мое первое платье для намаза. Его мне, кстати, подарила девушка, у которой свой магазин платьев для мусульманок, которые она сама шьет. Эта девушка подарила мне мое первое платье для намаза. Я никогда этого не забуду и буду всегда ей благодарна. И вот я уже мусульманка и совершаю намаз. И кажется, все хорошо и правильно, но остается одно «но» — платок. Я смотрела на покрытых девушек и восхищалась. Смотрела и думала «Я тоже так хочу! Почему я так не могу?» Мне было стыдно каждый день, прожитый будучи мусульманкой и непокрытой. Однако комментарии «Сестра, где твой хиджаб? Какая ты мусульманка, ты даже не носишь хиджаб?» Меня совсем не задевали. Комментарии чужих людей меня не задевали, наверное, потому что у меня есть свое мнение, своя совесть. И мысли, которые у меня в голове, они сильнее, чем пустые комментарии. Перед тем, как я приняла ислам, я постоянно думала о том, что… А ведь никто не знает, когда его последний день, последний вздох, последний удар сердца. А что, если завтра я выйду на улицу, и меня собьет машина? А я так и не приняла ислам. И эта мысль заставляла мое сердце биться быстрее. Однажды я посмотрела интервью одной турецкой актрисы, которая надела хиджаб. Она сказала… Я задалась вопросом… «Если за мной придет ангел смерти, как я отвечу перед Аллахом?» «О, Аллах, был такой сериал, а я была актрисой и не могла надеть хиджаб». После услышанного я вспомнила, как я пришла к принятию ислама, как билось мое сердце от страха, что я могу не успеть. Не успеть принять ислам, не успеть совершить намаз, не успеть надеть хиджаб. Я заказала платок. Доставка оказалась быстрой, но цвет платка оказался не тот, что я ожидала. И вот у меня в руках платок, в сердце желание его надеть, а в голове много мыслей. Этот цвет тебе не идет? А что подумают соседи? А что подумают учителя твоего сына? Что подумает твоя семья, в конце концов? Я три дня, каждое утро, перед тем, как выйти из дома, чтобы отвезти сына в садик, надевала платок, смотрела на себя в зеркало и думала, но ничего. Доходила до дверей, снимала и шла без него. Возвращалась домой и плакала. Мне было так обидно и стыдно за себя. Спустя три дня внутренней борьбы уступил выходной. Выходной, в который мы решили с мужем и сыном поехать в горы. И я поняла, что это мой шанс. Это был мой первый день в платке. Рядом родные, вокруг горы, солнце, вкусный кофе и спокойствие. Когда мы спустились с горы и пошли к озеру, мимо нас проехал автомобиль на пассажирском сидении, которого сидела девушка в хиджабе. И она так по-доброму мне улыбнулась. В тот день я не чувствовала дискомфорта, страха, неудобства. Я чувствовала защищенность и то, что я поступаю правильно. С того дня я больше не выходила из дома без платка. С того дня я больше не испытываю чувство страха, что если мне суждено завтра умереть, я что-то еще не выполнила. Хиджаб не мешает мне оставаться самой собой. Хиджаб дал мне безграничное спокойствие и уверенность. Хиджаб – это когда тебя больше не мучает совесть и стыд перед Аллахом за свой внешний вид. Хиджаб – это призыв к истинной вере, сказанной без слов. И самое главное – хиджаб – это когда тобой доволен Аллах. Хиджаб – это когда-то не может быть. Хиджаб – это когда-то не может быть. Атихин – это когда-то не может быть.